Выкинул инстаграм И все Так, давайте собираться дальше Ничего не сохранилось К сожалению, инстаграм просто меня выкинул Давайте дальше Принцип неосуждения детьми родителей Дети, которые выжили Они не имеют права осуждать родителей Которые делали аборты Или не сохраняли детей Потому что их это не касается Это самое главное понять Что мама с папой приняли решение Они опирались на какие-то факторы Которые я не знаю Я не могу давать оценку Это очень-очень важно Не осуждать своих родителей Очень Да Последствия абортов для родителей и детей Очень важно понимать Что Родители Есть такая вот Очень интересная штука Родители Когда Родители мама и папа Да, то есть мама это родитель Который рожает Папа, который дает ей это семя И вот Когда между ними принимается решение Например, сделать аборт Или ребенок умирает То есть фактически он встает между мамой и папой Он встает Он их раздвигает Понимаете Есть мама, есть папа И он их раздвигает Вот мама с папой вот так А когда ребеночек не рождается Он залезает вот так вот в серединку Получается, да И вот между ними теперь есть что-то Кто-то И всегда мама будет злиться Всегда мама будет злиться За то, что Папа не поддержал Не спас Не смог Это будет опять же Бессознательная обида Иногда сознательная Когда мужчины ведут женщину на аборт Заставляя А то я тебя брошу А то я на эту другую Иди сделай аборт Мне не нужен ребенок И никакая женщина не простит этого В своей душе она всегда будет знать Что ее предали Она может с этим человеком жить всю жизнь Она может рожать ему потом детей Но всегда этот кусочек предательства Будет осколком сидеть в ее сердце Всегда Сколько бы я женщинами не обсуждала эту тему Что всегда женщина это простить не может Она живет с этим Но простить не может Потому что мужчина ее не поддержал Даже если были для этого реально объективные какие-то причины Это боль, которую должны разделить двое И чаще всего мужчины, которые признают это Ну то есть они говорят Я виноват Я виноват Я действительно слабак Я виноват Только это может позволить женщине Ну прожить это правильно То есть вот это его признание Взять ответственность на 50% Хотя бы Понимаете, да? Суррогатное материнство Это я попозже объясню Как проработать и убрать Вот это, что мама с папой разделяет Папа должен взять ответственность на 50% Вот, поняла, почему мама злилась на папу Да, это очень частая история То есть вот очень важно понимать И те детки, которые родились Они будут То есть вот смотрите Ребеночек не родился Давайте вот просто на примере Сейчас я что-нибудь возьму в ручки Вот смотрите Вот, например, есть ребенок, который не родился То есть не рожденный ребенок А следом идет рожденный ребенок За ним То есть первый был аборт или выкидыш А вот второй будет уже живой ребеночек Он родился Из-за того, что мама будет Чувствовать будет вину Вот эту вину Она будет внутренне смотреть на этого ребеночка Нерожденного А рожденному очень нужна мамина энергетика А мамина внимание Мамина вот это внутреннее Понимаете? И ребеночек будет стремиться сюда На место мертвого И когда ребеночки стремятся на место мертвого Ребеночки живут не своей жизнью Постоянно болеют Привлекают к маме на внимание Мам, смотри Я же тут на месте мертвого Чего ты сюда смотришь? Мам, ну обрати внимание Пожалуйста Ну мам, ну давай уже Ну давай уже как-то что-то порешай Сделай с этим Маме надо дать место этому ребенку А этого поставить на свое следующее Там законное место Понимаете? Да, девочки К содержанию записи нет Я под конец еще раз попробую это сделать Хорошо? Сейчас просто доделаем Потому что мы немножко опаздываем Я быстренько пытаюсь нагнать То есть важно каждому ребеночку дать место в роду Вот место нерожденному Тогда рожденные не будут лезть на чужую жизнь Я уже говорила Если, например, не родился мальчик А затем девочка родилась То девочка выберет мужскую профессию Станет такой брутальной Будет такая вот вся пацанка Ну потому что тут мальчик И мама ждала мальчика Даже неосознанно Она будет за этого мальчика отыгрываться И наоборот Если здесь девочка А здесь следующий мальчик Если маме очень важна была эта потеря девочки Она вот, ну, страдает Она место это не дала То этот мальчик вот ставить такой женственный Такой ласковый Такой весь мамочка-мамулечка Такой как девочка будет Ну и перед женскую профессию Например, парикмахер, стилист Ну такой будет весь такой Может быть даже и Нетрадиционной сексуальной ориентации Лишь бы мамочку порадовать Внутреннею Так, дальше То есть нам нужно обязательно Абортированные, погибшие Выкидыши детей Поставить в систему Что мы делаем? То есть вот Давайте сейчас как раз, наверное Мы еще раз повторим Мы ставим рот Слева и справа Мы даем им место Рот Выставляете слева руки Мамин рот С правой руки Папин рот Оставьте всех Мама, папа За ним бабушка, дедушка Прабабушка, прадедушка Давайте Вы всех выставляете туда До горизонта Тысячи тысяч ваших предков А теперь С силой своей воли Обращайтесь к ним И говорите Я прошу вам Вас Проявить деток Которые не родились Или не выжили Те, которые Были абортированные Те, которые умерли в родах Те, которые были Выкидышами Завершими Внематочными беременностями Да И теперь посмотрите Как они проявились Рядом Между родителями Они будут проявляться Например У вашей бабушки Есть папа А у папы Есть сестра Ну вот Просто как пример То есть вы видите С правой стороны Стоит папа Рядом с ним Стоит живая сестра И рядом Еще будет ангелочек Значит Бамушка Не родила Ребеночка Какого-то Ну вот Представьте Виде ангелочков Чтобы не путать С живыми людьми Они Все будут Виде ангелочков Не важно Взрослых Маленьких Это не важно Просто вы будете Видеть Это мальчики Или девочки Что значит Если дали место Девочке А не родился Мальчик Девочка Все равно Будет похожа На мальчика Если вы просто Смотрите Кто у вас Не родился Мальчик Или девочка Даете ему место Все Тогда следующий Ребенок Не лезет на его место Не берет его программу Не живет его жизнью Ему не нужно Быть ни на кого Похожим На себя Ну можно так Представляете Как хотите То есть тут Просто ваша Уже фантазия Ваше образное Какое-то Впечатление От этого Прямо говорите Я Я ваш потомок Тоже можно И если Мамина подсознание Решает Что опасно Рождаться Ребенок Это чувствует Он говорит Мамочка Ты так боишься Моего рождения Ты так боишься Что папа Свяжет тебя По рукам По ногам Посаде Ты никогда Не реализуешься Как личность Мамочка Ты боишься Что ты больше Не сможешь Развестись С этим тираном Потому что Ты опять беременна Давай я не рожусь Вот так это происходит А может человек Встать на место Нерожденного бабушки Который был После мамы Не поняла Да Яйцеклетка Оплодотворилась Ну там может быть Неделя была Беременности Может быть две Ну она потом Все Если слезы Значит вы все делаете правильно Это очищение Это как раз Вы снимаете себя Это Плачете хорошо Это прекрасно Это терапевтично Это прекрасно Когда вы эту боль Которую как часть Этого рода носите Вы сейчас освобождаетесь От нее Все хорошо Не переживайте Это прекрасно Плакать не нужно Плакать нужно Но переживать нет Потому что Они Они выбрали Не родиться Они выбрали Прийти к этим родителям Но не родиться Это тоже Их выбор души Что делать с эмбрионами При эко Которые не развивались В пробирке Вот с эко Это вообще история Я буду рассказывать Через занятия Про эко Там просто Очень долго Что надо будет Разъясняться Сейчас говорить не могу А если кашля Очень зевая Ну любое проявление На физике Это говорит о том Что идут процессы В теле Это хорошо Зевать Это терапевтично Так же как мурашки Так же как чихание Что-то тело Решает Какие-то свои задачи Помогайте Это нормально Так Эту технику Вы запоминаете Да То есть вам нужно Дать место детям В роду Всем нерожденным Всем невыжившим детям Про эко Будет позже Вот То есть Второй этап Этого Вы Родители Должны принять Этих детей То есть Они должны Этих детей Взять в свое сердце То есть Это не просто Кошечки и собачки Это какие-то там Штучки Да То есть Ребенок Он должен Стать частью Этого родителя Когда Вот увидите сейчас Что Каждый родитель Вот Стоит например Прабабушка И прадедушка Между ними Есть ангелочки Увидите Как родители Они приняли Этих детей Они дали им место Вы дали место В роду Но каждый родитель Должен признать Этого ребенка Полюбить его В своем сердце Дать ему место В сердце Если не родился Абортированный мальчик Ему дали место То девочка Будет похожа Все равно На мальчика Нет То есть Даже если Сейчас есть К этому Какие-то предпосылки Это все Потом выправится Но ребенку Не нужно Привлекать Ваше внимание С места Мертвого ребенка Она будет Жить свою жизнь Более Даже у взрослых Это получается То есть взрослые Женщины Которые такие Мальчишки Мальчишки Такие жесткие Брутальные Становятся мягче Потому что Им меняют Эту стратегию Уже Даже во взрослом Возрасте И в 30 И в 40 Нет Ваш ребенок Следующую беременность Родиться не может Это Это невозможно Нет Душа Она один раз приходит Именно к вам Она воплотится Во что-то другое Ну наверное Я не претендую На истину Я на том свете Не была Но этот Конкретно Ребенок Конкретно Эта душа У него конкретно Была задача Прийти и не родиться Вот Второй раз В одну и ту же Воронку Вряд ли Если у мамы Было очень много Абортов А я яра Их противник Как на мне Это отразится Ну это же Скорее всего Ты маму Осуждаешь Любое осуждение Родителя И старшего По роду Оно всегда Чревато Оно же Заставит тебя Потом с этим Столкнуться Или твоих детей Например Твоя дочь Например Будет делать Кучу абортов Ну а чё Как узнать Какого пола Был абортирован Ребенок Вы почувствуете Это часть ваш А почему ваша мама Должна признавать Это выбор Ответственность Взрослого человека Не надо Маму трогать Да Нерожденные Нерожденные Тоже Вот эти ребеночки Тоже нужно Давать место Ну поговорим Через занятие Так То есть Вот что делать В случаях Когда неясно Были абортов Родителей Сколько То есть Если вас Это очень прям Волнует И трогает И вам это надо То Вы берете Листочки На листочки Пишите Мама Папа Кладете их рядом Помним У нас картиночки Что мама Слева Папа Справа Становимся Напротив этих Листочков Сначала Остаем на маму Смотрим на папу И смотрим Перед родителями То есть Дети всегда Перед родителями Сколько там детей То есть Мама Она всегда знает Например Родился дядя Петя И тетя Лена И моя мама Или мой папа То есть Трое детей А потом Вы еще просто По ощущению Смотрите Нужны еще Какие-то листочки Я как расстановщик Всегда кладу еще Листочек И спрашиваю Здесь кто-то есть Вот просто Здесь кто-то есть На этом листочке Неживой И обычно Да Кто-то есть Ну просто У меня уже опыт Я это чувствую Да Что когда есть Мертвый ребеночек Это прям Ну фонит Очень сильно В поле Вот И соответственно Вы также Выясняете у папы Вот Очень часто Такие Ситуации Что папа Где-то нагуляли Деток И там Заставили своих Любовниц Сделать аборты А на самом деле Детки там есть Это для многих Зрослых людей Становится Неожиданностью Ну и соответственно Этих деток Тоже нужно принимать Потому что они Часть вас Так Приемные дети Особенности Ростановочной работы С детьми Сиротами Приемные дети Смотрите Последствия Замалчивания Или обмана В вопросе Подлинного Происхождения Ребенка Очень важно Очень важно Понимать Такую вещь Мы все Ищем Своё Место По праву Рождения По праву Появления И когда Деток Лишают Дети лишаются Родителей То есть Получается Что их нет Ребенок Их не видит Но он будет Интуитивно Искать Этого Родителя Ну этих родителей Маму Папу Ребенки Одинаково Ищут Обоих Родителей Они состоят На 50% Мама На 50% Папа Поэтому Это такая иллюзия Когда женщина Разводится Лишает Ребенка Отца Не дает ему Отчество Фамилию И типа Ну как бы Сам потом Разберется Понимаете То есть Вот в таких Ситуациях Нужно всегда Понимать Ребенок Будет Искать Бессознательно Если Это мальчик Он например Лишили его папу Он будет Искать Всегда Этого мужчину В комнате В начальниках То есть Это контрперенос Перенос И контрперенос То есть В психологии Что вы сейчас изучаете Он будет искать В начальниках В друзьях В коллегах То есть Он будет Именно искать Мужского пола Человека Который Он даже сам Не будет понимать Почему Чего он там ищет Кого он ищет Это же не Все бессознательно Никто не ходит Папа Папа Где ты Он не будет Например Искать отца Но он будет Искать его В этом внутреннем состоянии Он будет Менять место жительства Он будет искать Постоянно Менять работу То есть Он Так как Он наполовину Не заземлен Его не признали Половину Папину Мама например Исключила папу Сказала Он подлец И гад Он не изменил И вообще бросил Меня на беременную Все Мама исключает Ребенок Наполовину Не может Направо Если это папа Он не может стоять На этой ноге Он не может Ничего делать С этой рукой Ну образно Он не может быть Полностью Личностью И он будет Отца искать Я говорю Как В каком виде Это вообще Непредсказуемо Чаще всего Это человек Который не может Ни с чем определиться То есть Действительно Он будет менять города Страны Он будет менять друзей То есть Он будет прямо Когда он будет Рассказывать вам Что вот Какая его жизнь У вас будет прямо Четкое впечатление Человек в поиске Себя Потому что Ищет он себя Половину себя С мамами Такая же история Если мама умерла Если ребенок вырос В детском доме То это еще больше Травма Потому что Мама дала жизнь И как мне Ее за эту жизнь Поблагодарить То есть Что мне делать Я не знаю Я пойду ее искать Всегда Все детдомовские дети Они ищут родителей Ищут Просто безумно ищут Те детки Которые Устраивают свою жизнь Неплохо Они чаще всего Находят В своих партнерах Маму То есть Если это мальчик Он будет искать Найдет женщину Чаще всего постарше Которая ему Заменит маму Образ мамы То есть Он на нее Прям все свои дела Повесит Она должна ему Заменить маму Ему так будет Спокойно и привычно То есть Он сделает этот перенос Соответственно Он также будет искать папу Он может например Перенести на ребенка Своего мужского пола Это Как психика отыграет Это Опять же Надо все исследовать В терапии Соответственно Это все надо закрывать Ставить на свои места Также в терапии Мы ставим Даем место Маме Место папе То есть Вот это Очень-очень важно Когда Когда нужно Сказать ребенку Да То есть Многие приемные родители Сейчас об этом С этим жить легче Да Многие детки знают Что они приемные И это уже Не табулированно Это уже Нет такого В этом ничего плохого Но все равно Мы та страна Которым это Прям ужас Ужас Пальцем тыкают Поэтому Вам нужно Дать ребенку Безусловную Любовь Вообще Безумную Вот эту любовь Контакт Обязательно Телесный Визуальный То есть Нужно Нужно С ребенком Его наполнить Сначала Этой любовью А потом Признаваться В этом Да Но это нужно Сделать Когда Когда ребенок Будет готов Иногда Ребенок И в 5 лет Готов К этой информации Иногда И в 15 Не готов То есть Тут нужно Конкретно Идти к психологу Конкретно Разговаривать Конкретно Каждый случай Разбирать Нет рекомендаций Никаких По опыту Знаю Работы С такими Детками Лучше Сказать До пубертанта Потому что В пубертанте Все переувеличено Очень все больно Болезненно Идет отрицание И ребенок И так Не имевший То есть Он интуитивно Понимает Что родителей У него нет Он в поиске А эти еще и соврали Сказали Что они его То есть Он просто Больше будет боли Чтобы этой боли Не было Нужно Я думаю Что лет с 8 С 7-8 лет Нужно сходить Специалисту Который работает Именно в этой области Который имеет опыт И посмотреть Готовность ребенка И тогда Уже сообщить как-то Но через великую любовь То есть Прямо Мы тебя любим Ты наш Ты наш Ты наш Но случилось так Что мы тебе Не мама Папа Мы тебя очень любим И вообще Благотворим И благодарим Твоих родителей Что когда-то Они дали тебе жизнь И вы можете Говорить Что вы знаете Почему он у вас Оказался Можете не говорить Опять же Это все На усмотрение Специалистов Советуйтесь с ним Если подруга Оставила в 4 года Сына на бабушку Да В 4 года Я думаю Что еще Да Я думаю Что 5 До 5-6 лет Очень Ну не я думаю Да То есть опять же Это детские психологи Это травма Да То есть Тот важный взрослый Которому они привыкли Он смещается Мама будет мамой Но это будет Все равно разрыв И Ну ребенок сместится На бабушку Ну вот Меня например В 2 года Отвезли бабушки Родители Мотались по воинским частям Условий для детей Там не было Меня бабушка Воспитывала 9 месяцев В общей сложности Из 12 И я то думала Что у меня мама Папа Все окей А вот именно В работе с психологом Именно в расстановках Именно в расстановках Я поняла Что для меня важная фигура Нифига не мама Которая у меня была претензия В вагон и маленькая тележка А оказывается Бабушка Которая мне Эти все паттерны поведения Все эти страхи Боли, печали Все эти комплексы Навешала от любви великой На внученька Вот чтоб ты не померла Тебе кучу геморроя Я то думала Это мама А мама вообще Мимо пробегала Оказывается Потому что я С 2 до 7 лет Жила с бабушкой Хотя бабушка Меня очень любила Прям вообще У меня даже детские воспоминания Все прекрасные С бабушкой У меня с мамой Нет детских воспоминаний Прекрасных Их вообще в принципе нет А с бабушкой Их просто много Но Вот из этой великой любви Нам вот это все Ну опыт Нам дают Так То есть Замалчивать нельзя Нужно обязательно Ребенку дать родители Прямо вот дать Соответственно Это только со специалистом То есть Не берите на себя ответственность Делайте именно вот так Внебрачные дети Особенности работы с ними Дать место Да Давайте опять же возвращаемся Так бывает Что у папы ездят в командировки Что-то там с ними происходит И они где-то оставляют деток И уезжают Я рассказывала вам на первом уроке еще Когда в расстановке Мужчина Ходил всем Давал-давал-давал Место там Жене Детям Там бабушка Дедушка Потом ходит И еще кому-то Кого-то ищет И Расстановщик говорит Кто это Говорит не знаю Ну она такая В листочек там Что-то кладет Говорит Ну вот это он Это не он Это она Это не она А кто это Человек удивился В смысле кто это Это они В смысле они Сколько их там Человек говорит Человек 200 В смысле 200 Кто это Это мои дети Мужчина говорит И сам офигевает От своих слов Понимаете Соответственно Когда выяснилось То есть он такой Стоит красный Прям пунцовый Она спрашивает А откуда у вас столько детей Она такая говорит А я после армии Сходил с первым сдал Сдавал за деньги Но сдавался То есть где-то 200 едок Его бегают По этой земле Соответственно Папку ищут Соответственно Папка тоже Их ищет Няня много Проводит времени С ребенком Это опять же Определенная депривация То есть Что она с этим Ребенком делает И что значит Много времени Два часа Три часа Четыре часа в день Но на фоне Мама мелькает Все ок А если ребенок Проснулся с няней И заснул с няней То через какое-то время Няня будет занимать Это место Ребят Я не по детской психологии Я вам точно скажу Поэтому вы Вот у нас там Есть специалист По детской психологии Лучше его спрашивать Так То есть Внебрачные дети Да То есть дети О которых не знает родитель Чаще всего Об этом не знает кто Напишите мне пожалуйста В комментариях Кто не знает Что у него есть дети Ну пишите давайте Папа Конечно папа А жена Жена тоже Девчонки Да Жена К сожалению Жена тоже может не знать Да Отец Чаще всего Не знает То есть Мы точно знаем Что мы мамы Наше тело Точно знает Что рожает Тело мужчины Не факт Он семя Выпросил туда Уж кого Оплодотворили Мы не знаем Поэтому Но Мужчины Всегда чувствуют То есть Они реально Всегда чувствуют Что где-то Есть их ребенок Они его Индифицировать не могут То есть Нет вот этого Нет отцовского инстинкта Его нет в природе Есть материнский инстинкт Уже было таких Тысячи опытов Проведено Когда Клали деток Да Маленьких там И мама например Под наркозом Рожала Клали деток И мама узнавала их При том что На ощупь По запаху С закрытыми глазами Да Отряд придет Рожда будет широкий Ну примерно так Да Представляете Ваш муж Там 10-20 лет назад До вас еще Наздавал спермы А тут придут Когда вы наследники Говорят Здравствуй папа Кто-то там у нас Мультимиллионер Делись Ну так бывает На самом деле Опасность в этом Очень большая Потому что Вот представьте На одну минуточку Как это может вырасти Почему опасно Да То есть Многие не понимают Есть понятие Такое там Тайны Вот эта вся история А вот теперь Представьте Что у вас Муж Чудесный парень Который после армии Будучи здоровым И сильным Насдавал там Спермы На 200 детей Эти детки Выросли где-то По свету У чудесных мам И например Учатся с вашей дочкой В одной школе Или с вашим сыном И у них любовь И потом детки А потом мы думаем Что за херня происходит То есть Фактически Это будет Кровосмешение Брат с сестрой Вот так Поэтому Учите своих мальчиков Ваших сыновей Вот так Разбрасываться Своим биологическим материалом Очень опасно Могут быть Всякие ситуации Неприятные Да Если у вас Появился брат Сестра То обязательно Нужно дать место В роду Да Это ваша частичка Это ваша кровь И он соответственно Будет искать Это место И вы тоже будете Его искать По праву рождения Да Да Это сюжет романа Но это очень грустный Роман был И индийские фильмы Очень часто Об этом снимают Поэтому Обязательно Мальчиков Своих учите С девочками Это все понятно Я беременна Я родила То есть Женщина никогда Не сомневается Когда мужчина Он очень сомневается Поэтому Это очень Очень важно И соответственно Всем Внебрачным Ну то есть Всем деткам Которые есть Нужно обязательно Дать место В роду Обязательно Понятно? Обязательно Искать Что значит искать? Я не помню Я рассказывала вам У меня Что такое ощущение Вот знаете Как будто вы что-то потеряли Вот вы правда Что-то потеряли И вам Вот этого не хватает Ну вот его нет Вот это прямо На физике будет Вот у вас будет Тревожность У вас будет Волнение Знаете Я читала Ну как документальные Такие записки Мам Которым По каким-то причинам Приходилось Детей отдавать Детом И они Потом искали Своих детей Во всех детях Да Если был аборт Не родился мальчик И ему дали место Нет Если ему дали место Девочка не будет подсвечивать Если не дали место То будет Как раз Если у всех Свои места Никто никого не подсвечивает Соответственно Если ребенок Если по какой-то причине Ваш клиент Ли вы Отдали ребенка В детский дом Не воспитываете его Если например Вы знаете Что ваш муж Где-то нагулял ребенка Ваша задача Дать ему Место в роду Для того Чтобы ваш муж Не ходил Не искал его Ну вот он будет Просто бегать Непонятно куда По кругу Он будет тревожиться Он будет волноваться То есть это будет Но это необъяснимо Это даже объяснить Невозможно Но вы точно Это ни с чем Не спутаете Иногда братья Ищут сестер Иногда сестры Ищут братьев То есть ребенок Кое-то говорит Я хочу братика Я хочу братика У меня братик У меня есть братик И потом разговариваешь С клиенткой Говорит Ну да У меня был выкидыш А ребенок Они же не придали Этому значения Или замерз Или аборт А ребенок Видит этого Нерожденного ребеночка Он хочет С ним играть Это же его кровь Поэтому нужно Давать место Да У тебя был братик Да Он теперь живет На облачках Вот Как Очень часто Да Вопрос Как соединиться Когда Так Сейчас Вот смотрите Как соединиться И дать место Когда Когда ребенка Увозят Смотрите Если женщина Не может забеременеть Может ли Есть причина Что в роду Делали много мордов Может быть Все что угодно Слушайте Там как минимум 5 причин Почему женщина Не беременеет Поэтому Это надо рассматривать Каждую контекстную ситуацию Может она не хочет Так Смотрите Давайте сейчас Сделаем Такую тоже практику Я надеюсь Инстаграм больше меня не выкинет А то я не переживу Во вторых Это Смотрите Давайте сейчас Каждый из вас Представьте Такую ситуацию То есть Это для ваших клиентов Либо Ну даже Для кого-то Это очень актуально Вот есть мужчина И есть женщина И женщина По какой-то причине Взяла ответственность И их общего ребенка Увезла Лишила отца Или не сказала Это тоже часто бывает Это то же самое Когда она с ним переспала И ушла И он не знает Что у него есть ребенок Соответственно Ребенок рождается Есть связь между мамой И папой Она есть Просто с мамой Она очень сильная Но папа тоже чувствует Своих детей Ну он же 50% Ребенок Из папы состоит И вот ваша задача Что сделать Ставите ребенка То есть Кладете листочек И на листочке Вы пишете Ребенок То есть Вы пишете Ребенок Нет Вот Ребенок Листочек Где написано Ребенок Потом Вы делаете Листочек Где написано Мама И папа И вот Тот родитель Который Не с ребенком Например Папа Его исключили Его Обманули Лишили Вам нужно Встать на место Ребенка И понять Ребенок Ищет этого отца Ему это действительно Нужно Это бессознательно Вы просто Стоите на это место И вот вам Нужен этот папа Вы не знаете Какое Мы не знаем Мама загуляла Пришла Принесла Она может даже Не знать Кто папа Так тоже бывает И вот ребенку Ему нужен этот отец Когда вы постояли На ребеночке Вы встаете На листочек Мужчины Если вы лишили папу Ну или женщины Если ребенка Увез отец Вот вы встаете И говорите Ребеночку Вы говорите Ребеночку Ты мой ребенок Я твой Отец Или мать И я принимаю Тебя В свой род Я даю тебе место То есть Родитель Родитель же старше Родитель же раньше Родился на этот цвет И соответственно Родитель важнее То есть Родитель должен Вот он должен Дать ребенку Место Не ребенок Дает место Папе А родитель Должен в таком случае Принять ребенка Вы это делаете Как можете Это делать За кого угодно Кто в роду То есть Например Если такие дети Есть у брата Это нужно прорабатывать Ну вам Нет Не обязательно Вас это Вообще практически Не затрагивает А вот вашего брата Если ему это нужно Туда Просто надо его спросить Понятно Понятно Что я сейчас говорю То есть Вы просто говорите Я твой папа Я тебя принимаю В свое сердце Ты мой ребенок Если между двумя сестрами Был аборт мальчика Кто будет подсвечивать Старшая Ой Вру Младшая Младшая будет лезть На место старшая Младшая лезет На место старшего Все Всем понятно Да Если кому-то непонятно Напишите мне в директ Чтобы я сейчас Не тратила время Дальше буду просто Объяснять Все То есть Задача родителя Дать ребенку место Но Смотрите Вы это делаете В расстановке Там кто-то Хоть должен быть Этого рода Да То есть Вы там Как расстановщик Например Как третья Левая сторона Вообще За это Ничего делать Не можете Делает только тот Кто часть Рода Вот Делает Да С любым членом Но только Чтобы там была Эта кровь Понятно Понятно Так Сейчас будет Очень сложная тема Называется Инцест Тема Очень приятная Там Очень много Тяжело с ней работать И Инцесты Это самый частый Запрос В Европе Смерть И инцесты То есть О чем это Что такое Инцест В расстановках Именно Да Да Вообще Вообще Любая терапия Это не про Легкость Да Как зайти в рот Мужа Через детей Это очень просто Если у вас Есть общие дети Вы можете Ходить в рот Мужа Можете стоять На месте Своей крови Мужа Его бабушек И дедушек Пожалуйста Ходите Если у вас Нет детей Вы туда Не можете Ходить Без его воли Просто За него Что-то делать Если нет Общих детей Ничего Не можете Без его воли Он хочет Расстановку Он приходит Вы за него Нет Если У вас Есть дети Вы можете Не спрашивать Что он Хочет Расстановку Пошли Поделали Что-нибудь Инцест В расстановках Да Что это Такое На самом деле Инцест Это очень Сложная Тема И Тут Очень важно Понимать Что в Инцесте Всегда Слушайте Бывший Он или Не бывший Это главное Чтобы он Дети Были Хоть Будущий Разницы Тут Муж Слово Не важно Важно Что это Отец Ваших Детей Так Все Давайте Больше Не спрашивайте Кому Что Интересно Пишите Мне Пожалуйста В Директ Смотрите Инцест Что такое Инцест Это Именно Сексуальные Действия При том Потому Что они Тоже Имеют Много Оттенков Это Может Сам Секс Это Может Смотреть На Ребенка Это Можно Трогать Это Можно Ребенку Показывать Гениталии Все Остальное То есть Это Очень Обширно Понятие И Соответственно Как Ребенок Переносит Это Как Бо Он Не Переносил Это Это Инцест То есть Когда Ребенок Притрагивается К сексу Родителей Любым Способом Не Себе Равных А Родителей Понимаете То есть Не К Своему Сексу А К Сексу Родителей Это Инцест На самом деле Самый Распространенный Это Инцест Между Братьями И Сестрами Вот Поэтому Тут Мы Сейчас Разберем Несколько Этих Видов Инцест И Что Нам Нужно Делать То есть Инцест Бывает Двух Видов Это Сексуальные Действия И Вовлеченный В символический Инцест Ребенок Выполняет Роль Супруга Для Родителей Когда Например Мама Ставит Своего Сына На Место Отца На Место Его Отца На Место Мужа Своего И Начинает С него Требовать Сначала Она Требует Хороших Оценок Сначала Она Требует Внимания Сначала Она Требует Уважения То есть Я Тебе Кормлю А Ты Мне Оценки Хорошие Приноси Я Тебе Учебу Оплатила А Ты Не Женись Рано Я Например Еще Что Тебе Квартиру Купила А Ты Вот Это Делай Ты Ты Мне Я Тебе Ты Мне Я Тебе Понятно Ваша Задача Очень Четко Это Понимать Что Роль Символического Супруга Может Выражаться В перекладывании На ребенка Ответственность За свои Проблемы Это Уже Инцест Когда Мать Это Очень Частая История Ну все Сыночек Папа Умер Теперь Ты За Главного В Доме Это Уже Все На самом Деле Это Уже Такой Увовлеченного При том Что Не по своей Воле В отношении Психологического Инцеста Ребенка Возникают Очень Противоречивые Чувства С одной Стороны Его Переполняет Чувство Собственной Важности Потому что Мама Ему Доверила Важную Должность Своего Партнера Мама Верит В него Понимаете Даже Это Гордыня Что На нем Вся Семья Держится От него Все Зависит Он Может Что-то Решает И все Вот это Такое А с другой Стороны Это Бессилие Безыходность От того Что Груз Этот Слишком Не по силам Он Маленький Он Маленький А ребенок Он и должен Быть маленьким Он не берет Ответственность Он не решает Проблемы Взрослых А мама На него Уже Этот Груз Навешала Например Не может Пятилетний Ребенок Носить Килограмм 50 Мешок Взрослый Может Ребенок Нет Поэтому Никогда И соответственно Есть Вот это И есть Психологический Такой Инцест То же самое Если По какой-то Причине Например Умерла Жена Например Она ушла И оставила Ребенка Девочку Оставила Папе То конечно Папа Для Простоты И мероприятия Поставит Дочку На место Женщины Своей И История Знает Очень Много Случаев Когда Это Реальный Секс С дочкой Со старшей К сожалению Да То есть Он Прям Ее Кладет В постель И она Выполняет Функции Мамы Очень Часто Когда Мама Отказывается Выполнять Функции Своей Как Женщина Она Подкладывает Обычно Старшую Дочь Как раз Под отца В современном Мире Это все У нас Реже И реже Но у нас Психологически То есть Когда Муж Видит Что Дочка Ну то есть Жена Видит Что Дочку Очень Любит Она Начинает Манипулировать И через нее Решать Свои потребности То есть Например Муж Отказывает Ей В деньгах Ну в чем-то Она Прям Доченьку Ну попроси У папы Ну скажи Папе Вот это Вся история Это такой же Вид психологического Инцеста Девочка Девочка Начинает Выполнять Роль Женщины Она С папой Заигрывает Она Начинает Папочкой Крутить Папочка Ну пожалуйста Нам с мамой Очень надо Да Вот так Происходит Поднимает Такую важность Это женщина Должна Делать Уговаривать Да Каждая Четвертая Да У нас К сожалению Статистика На самом деле Очень ужасная В этом плане Так И что Получается Да То есть Получается Что Первый вид Инцеста Сексуальный Он очень Психики Человека Но Вторая Ситуация Когда Психологический Инцест Человек Теряет Право На собственное Место Понимаете Он Его Как раз С этого места Ребенка Поставили На место Партнера И это Реальное Извращение Он не тянет Ребенок Не может Спуститься Его Ему доверили Он же Он же Должен Оправдать Мамина Папина Там доверие И соответственно В такой Ситуации Снижается Самооценка Уверенность В результате И так далее И так далее Например Самое банальное Когда Папа Изменил Маме Ну так бывает Или он там Еще умер Не дай бог Или ушел Другой Что мама Она берет И из безопасности Кто самый безопасный Мужчина у мамы Сын Он безопасный Это русская Страшная пословица Я родить себе Идеального мужчину Могу тебе только Родить идеального Мужчину Соответственно Что делать Родители Мама Она ставит сына И говорит Сыночек У меня теперь На тебя Вся надежда Сыночек Как истинный Пионер Берет это У всем людям Пример Берет это На себя И тащит Он начинает Отказывать В личной жизни Себе Ну у него же Есть мама Главная женщина Мама для мальчика Главная женщина А папа для девочки Главный мужчина В жизни А тут тебе доверили Этот важный пост Доверили Понимаете И в результате Получается Что Вот эта Вся история Когда Родитель То есть Ребенок выбирает Естественно Радовать маму Он выберет Профессию Которую мама хочет Мама сказала Надо идти на юриста Вообще Я хотела стать Автогонщиком Или музыкантом Но мама сказала Она же доверила Мне это важное место Партнер Пойду Буду юристом Мама сказала Жениться рано Даже в 35 И все бабы бляди И им всем Нужен только твои деньги Мама-то уж Твои деньги-то сэкономит Давай маме неси Вот Ну что это Это вот так вот И в результате Мы что Мы имеем Такую ню-ню-лю-лю На самом деле Не обязательно Ню-ню-лю-лю Мы знаем Селенар Ди Каприя Здравствуйте Это вот Психологический инцест Мы знаем Например Джон Клуни Это Как она его там Вообще затащила В брак Вообще непонятно То есть Он тоже очень долго Бракался от всех женщин То есть Мужчины Которые Отказываются Легально Или нелегально Жениться Иметь отношения Какие-то ответственные Близкие То есть Брать ответственность За женщину Там Может быть Не обязательно В ЗАГС там бежать Да Это Как бы Не смертельно Но когда он Там Пришел Потусовался Ушел Вот он Прямо Самый ярый пример Когда Например Тимати Да Вот Здравствуйте Тимати Это тоже Тоже стопроцентный Купер Да То есть Вот Все мужчины Этот Еще Рональда Ринальда Я забыла Кто Вот То есть Вот мужчины Которые Не выбирают женщину То есть Она для них На втором месте Значит Они стоят у своей мамы На первом Поэтому мама Для них Она прям Ценная И важная И это Это грустно Да И вот Кстати Это не только С мальчиками Но и с девочками Да Вот Рональда Правильно Все То есть Девочек Тоже ставят На место Партнера То есть Мама Это еще безопасней Тут как бы Парень А тут вообще Ну ты же моя дочь Ты же такая же Как я Доченька Я только на тебя Могу надеяться Давай С мужиками Ни-ни Вот у меня клиентка Была сегодня Прямо Вчера Господи Я уже сбилась Сегодня или вчера Ну еврейская мама Туда же Да То есть Она как сказала Ты разведись У тебя муж плохой Почему Говорит плохой Платит ипотеку Любит меня В жопу целует Детьми занимается Мам Классный Нам не нравится Мы тебе велим С ним развестись То есть конкретно Они вытесняют Этого парня Да Потому что Им важно Ребенка поставить Вот сюда Нам С нами рядом Прежде всего Мама и папа Это делают Так кстати Тоже может быть Нет у него жены Есть у него Сожительница И то По-моему Жени первая Если девочка Бежит на брак Значит там Что-то страшное Так Как это выясняется То есть Ту систему Диагностику Семьи Которую я вам Давала О чем Это О том Это Что Вы как раз Вот Помните Когда я Занятие Давала вам Задание Вы Когда видите Что рядом И выполняет Другую роль Когда вы Там Себя Клиент Себя Например Ставит Рядом С папой Это как раз Инцестные Переплетения С отцом Моя мама Плохая мама Она Она не Семьи Физический инцест. Я сейчас не буду говорить по поводу физического инцеста, что это все, что касается сексуального насилия над ребенком. Визуального, эмоционального, фотографирования, игры, гениталии, демонстрировать. Это все туда. То есть это вообще, то есть это самое такое крайнее, крайнее это все. Например, косвенное вовлечение ребенка в сексуальные отношения может совершаться через гиперстимуляцию ребенка информации не по возрасту. Например, совместное солнце с подростком в одной кровати. Это тоже, кстати, показатель, когда мама спит с мальчиком, которому там больше пяти лет. Прикрывается, то есть она положила удобного мужчину с собой. Он не храпит, например. Он не пукает, извините. Он не пристает, что самое главное. Он же маленький. Если вы знаете, если вам клиентка говорит, что со мной спит ребенок, которому 11, 12, 13, 14 лет, это инцест психологический. То есть мама тащит его в свою кровать. Шансов на здоровую психику мальчика сокращаются с каждым днем. Просмотр архитических фильмов при детях. То есть это то же самое. Я умышленно пробуждаю эту сексуальность как партнер. Ну потому что когда я себе подобным, равным по статусу, по возрасту это делаю, это все как бы супер. Если это с младшим поколением, то это насилие. Ну соответственно разговоры о сексе. То есть вот когда мы это делаем, ну вот знаешь, типа а что такого? Это опять же насилие. Эту информацию ребенок должен получать дозированной и как, ну вот, как сказать, в свое время. От себе подобных. Вот так. То есть вы можете как мама рассказать там дочке, что вот секс это вот это. Но с точки зрения как документальный фильм. Это вот это предохраняться вот так, от этого рождаются дети. И папа тоже самое должен говорить. Что сын, секс это вот это, это ответственность. Ну про это поверьте, что окей, гугл им все покажет и расскажет лучше вас. Спать с бабушкой это также плохо. При том, что если это мальчик, это еще и вообще извращенный инцест. То есть это вообще ужасно. Категорически гоним. Девочка, ну девочкой можно, однополые они могут, но это опять же такая форма инцеста. Зачем? Да, если обнаженными ходят при детях, типа они маленькие, не понимают, это тоже очень плохо. То есть это как раз повышает интерес ребенка туда, куда ему еще рано идти. Это не его, то есть у нас табулированные вещи, да, и нужно это соблюдать. Вот, соответственно, свободный доступ в спальню или ванную к подростку без стука. Приглашение подростку в ванную, скорость бы потереть спиночку и все такое. То есть когда вот эти вот сексуальные подтексты, либо нет границ, когда у родителей нет границ, соответственно, границы ребенка также стираются. То есть если мама позволяет, извините, видеть ее голым, то ребенок должен в ответ позволять себя видеть голым. А это насилие. Если девочка спала с папой, ну опять же, это такой же форма инцеста, понимаете, она скрытая. Опять же, если девочке годик, это одно, там, два, три. Я определилась, почему папа с ней спит? Ну, с какого перепуга? Между мамой и папой ребенок лежит, это всегда он сохраняет родителей от секса. Если родители говорят, то с нами ребенок спит. Потому что ребенок хорошо от секса родителей сохраняет. Да. Ну, то есть, вот, короче, половой ап, когда видят дети, это тоже такой вид инцеста. Ну, вот все, что, вот это вот фактически является соблазнением ребенка в инцест, приглашение. Ну, это то же самое, вы сейчас сядете и будете есть шашлык. Ну, ребенок же не может пройти мимо и пойти свою гречку есть. То есть он это как будто говорит, я это ем, и ты это можешь есть. Давай поешь со мной шашлыка. Ну, примерно так. И ребенок вынужден будет, потому что мама предложила, это безопасно. И, соответственно, он встает на эту, такую тропинку не очень хорошую. Ну, да, это все вот там ужасно, процесс в большом городе. Так, соответственно, что нам нужно делать? То есть мы, нам самое главное, делить обстоятельства и чувства. То есть, когда мы в расстановке ищем, мы ищем причину, причина всегда будет не в родителях, точнее, не в ребенке. Причина всегда будет в отношениях между мамой и папой. Еще бывает такое, что еще старшие родственники могут этому научить. Ну, если у бабушки с дедушкой было принято ходить голыми, ну, как бы мама с папой тоже должны к этому, там, например, мама, она будет спокойно к этому относиться. А что такого? Понимаете, да, откуда это идет? То есть нам сначала нужно будет выяснить в расстановке, откуда это пошло. Какие есть отношения по типу? Есть старшая женщина, младший мужчина. То есть мама в силу разных причин может переключать свои пылкие чувства на сына. А силы сынов в этом случае не равны. Даже отсутствие непосредственного сексуального контакта, а гиперконтроль и доминирование матери будет буквально ломать судьбу сына. Такая мама часто ревнует сына, держит при себе, стращает, внушая чувство вины, страха потери. У мальчика, попавшего в такие отношения с мамой, всю оставшуюся жизнь будет страх и гнев к маме, он будет переносить на других женщин, испытывая трудности в создании отношений с женщинами. В итоге получается 40-летний девственник, живущий в одной квартире с мамой, и очень часто им потенция. То есть вот первый такой вот самый яркий вариант, что делать, что мы видим. То есть мама, она дала жизнь. Когда мама что-то говорит и делает, это нарушить очень тяжело. Мама жизнь дала и попросила взамен спать со мной, попросила не жениться, попросила, например, еще что-то. Но ребенок сопротивляться родителю не может, тем более маме, которая жесть дала. И за это будут все бабы получать. Потому что тёлку-то я могу нахрен послать. Ну вот, скорее всего, что-то Тимати делает из этой серии. То есть он мстит всем женщинам своим, потому что мама, например, с папой, у них там очень сложные отношения, у него отец с матерью не общаются. То есть мама очень сильно обижена на отца. Тимати встал на место этого отца и компенсирует маме свою любовь таким образом. Делает ей внуков, балует ее, радует, то есть ставит ее на первое место и заявляет, что мамин пироги – самые вкусные пироги. Ни одна женщина такие пироги не напечет. Ну уж правда. Если мальчик 10 лет сам все время приходит к маме спать, нужно работать с мамой. Что там происходит у мамы? Так, дальше. Старший мужчина, младшая женщина. Отец, который громко восхищается только-только сформировавшейся грудью девочки, включает механизм вот этого инцеста. Дочь может начать подыгрывать ему, как бы не означая, организуя моменты случайной обнаженки. Часто, чтобы скрыть свое сексуальное влечение от подросшей дочки, отцы бросаются в другую крайность, отталкивают ее от себя агрессией и жестокостью. Сексуально окрашенные действия с облажнением, возбуждением и насилием старшего мужчины в семье могут приводить во взрослом возрасте к плачевным последствиям у женщин, как истерия или наоборот фрегидность, блокировка сексуальной сферы. Для любой девочки папа – это первый мужчина. Так, что-то у меня там айфон опять пишет, какую-то гадость. Слушайте, давайте я сейчас сохраню прямой эфир, а то у меня что-то айфон тут ругается. Я прям боюсь, что он не сохранится. Я позидею. Хорошо? Давайте сейчас мы вернемся все, да, и я продолжу принцест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!